ДОНСКИЙ ПОЖАРНЫЙ 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 ДОНСКИЙ ПОЖАРНЫ 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 ДЕЛИСЬ ВСЕМИ ФОТОГРАФИЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДОНСКИЙ ПОЖАРНЫ ПОЖАРНЫЙ НОКОГО-ТО НАКАЗАТЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВСЕ-таки НЕ СИЛЬНО ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИМ МЫ КОГДА У ВСЕХ 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 ВСЕХОРО БУДЕТ ДАЛЬШЕ В НАШЕЙ ПОЖАРАМЫ потому что у нас для вас, как обычно, много интересного, очень интересные гости. А самое главное, мы прямо сейчас узнаем, чем этот сегодняшний день еще и запомнился в истории. 28 августа 1892 года в Ростове на мукомольной мельнице Филонова произошел пожар. Были уничтожены огромные четырехэтажные здания мельницы, пекарня и каменные амбары. В этот же день, в 1915 году, в станице Каменской была открыта учительская семинария. Еще в этот день, в 1928 году, начала издаваться газета Таганрогского металлургического завода «Вальцовка». 28 августа 1937 года родился Борис Куликов, поэт и прозаик. Писал о Донском крае и его людях, жил и работал в станице Семикаракорской. По его инициативе с 1962 года в Семикаракорске в последнюю субботу августа проводятся литературные праздники. Теперь посвященные памяти поэта. Ну и также в этот день, в 2009 году, введен в эксплуатацию мост через реку Дон в станице Казанская. Я думаю, ни для кого не секрет, что перепись населения, которая должна была пройти в 2020 году, перенесена на апрель 2021. Только ближайшей весной мы узнаем, сколько же нас здесь на территории нашей огромной страны проживает. Но до апреля времени еще много, про полгода. Но сейчас можно уже стать частью этой переписи и можно принять участие в конкурсе. В фото-конкурсе «Страна в объективе», который посвящен всероссийской переписи населения, фото-конкурс проходит в трех номинациях. Покажи страну, страну Випину, вот так вот сокращенно. Тенчику. Випина – это же символ переписи. Тенчик, да. Это красивые виды родного города, района или села, окрестностей с изображением талисмана переписи Випина. Сказочную птицу можно снять в виде поделки, рисунка, костюма или прикрепить фотомультяшный стикер, который легко найти на сайте переписи страна2020.ру. Также еще будет одна номинация под названием «Храним традиции». Это изображение ярких образов жителей в национальной одежде, фото блюд национальной кухни, обрядов и праздников. Ну и номинация «Семейный альбом», снимки нескольких поколений семьи. Неважно, какого времени фотография и в какой обстановке она сделана. Главное, она сына для автора и показывает родственную близость, теплые отношения людей разных возрастов, родителей, детей, бабушек, внуков. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо разместить фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, отмеченную активной ссылкой «Страна2020» и хэштегом «Фотоконкурс» нижнее подчеркивание «Перепись». Итак, еще раз, хэштег «Фотоконкурс» нижнее подчеркивание «Перепись». Ну и нужно обязательно заполнить еще форму участника на официальной странице «Переписи населения» www.strana2020.ru Там же можно найти еще всю подробную информацию об этом конкурсе. А у нас прямо сейчас можно легко обнаружить что-то очень-очень нужное и важное, конечно же, зарядку. Теперь растягиваем мышцы груди, пекторальные наши мышцы. Для этого мы раскидываем руки в стороны, сводим лопатки максимально, руки сгибаем в локтях немного и за большими пальцами пытаемся еще больше свести лопатки. Также тянутся и передние дельтовидные мышцы здесь. Очень приятный палец. Переходим к мышцам спины, чтобы растянуть и их обязательно. Для этого складываем руки в замок, вытягиваем вперед, разгибаем в локтях, разводим лопатки и делаем небольшое скругление спины. Вот такое, да? Вот чтобы было видно. Да. Максимально тянемся вперед. Почувствовать надо растяжение между лопатками. Очень хорошо широчайшая мышца спины тянется и трапециевидная, и не только. Дальше продолжаем. Вот таким образом складываем наши руки и правой рукой, давя на плечо левой, растягиваемся немного назад. И меняем. Может почувствоваться растяжение задней дельтовидной, широчайшей мышцы спины, круглых мышц, большой в частности и малой, и не только. У нас очень много различных мышц, которые надо тянуть, чтобы не травмироваться. Прекрасно. Будьте с нами, оставайтесь здоровыми и позитивными. А вот тем, кто занимается спортом, да и не только им, в принципе, всем людям, очень важно пополнять баланс витаминов в своем организме, потому что приближается осень, а это, как всем хорошо известно, сезон гриппа и простуд. Ну и плюс еще у нас этот коронавирус, поэтому нужно свой иммунитет укреплять. А вот как это сделать, мы вам сейчас расскажем. Да, причин у авитаминоза, о которых мы сейчас говорим, может быть много. Основной фактор – это скудный рацион питания, ну и при этом внимание нужно обращать, конечно же, не только на овощи, но и на прочие такие продукты, как мясо, крупы, творог, другие. Однако давайте разберемся все-таки, да, в двух словах. Итак, главным защитником иммунной системы является витамин С или же аскорбиновая кислота. Именно этот витамин не дает инфекциям проникать внутрь нашего организма. При недостатке аскорбиновой кислоты человек легко может подхватить абсолютно любую простуду. Итак, витамин С содержится в цитрусовых, особенно его много в лимонах. Кроме того, его восполнить можно с помощью киви, яблок, ананасов и манго. Среди овощей – это капуста, перец, чеснок, петрушка и щавель. Но стоит помнить о том, что витамин С убивает консервация. Единственное исключение составляет квашеная капуста. Поэтому, дорогие хозяйки, когда будете заготавливать свои банки, обязательно делайте квашеную капусту. Еще один важный борец с инфекциями – это витамин А. Недостаток витамина видно прямо на лицо, ухудшается состояние кожи. Так вот, витамин А отлично сохраняется при этой самой консервации. Стоит обратить внимание на такие овощи, как томаты, перец, морковь. И хорошие новости для сладкоежек, то есть для нас с сырой. Вкусной и полезной частью рациона может стать варенье из клюквы. Витамин содержится и в товарах, которые можно без труда купить в любое время года. Это яйца и кисломолочные продукты. Есть еще такие витамины, которые не воздействуют напрямую на иммунитет, но также играют важную роль в организме. К таким относится витамин Е. Потому что токоферол, его еще называют, обладает противовоспалительным, антитромбоцитным и сосудорасширяющими свойствами. Токоферол содержится в различных маслах. Оливковом, подсолнечном, льняном, соевом, кукурузовом и тыквенном. Еще один полезный продукт – это орехи. Далее следует гречка, спаржа, ростки цельнозерновых злаков. Прям столько вкусного в голове сразу же уже. Хочется даже прям вкусно, полезно покушать. Давайте завтрак посмотрим. Многие любят сельдерей, потому что он придает любому блюду неповторимый вкус и аромат. Несмотря на то, что этот растительный продукт низкокалорийный и диетический, он богат полезными микроэлементами и витаминами. В его состав входят калий, натрий, железо и фолиевая кислота. Кроме того, магний, содержащийся в мякоти, обладает широким спектром действий на организм человека. Этот компонент снимает тревожность, успокаивает нервную систему, и способствует нормализации сна. Врачи отметили, что пектин в клетчатке сельдерея улучшает пищеварение и предотвращает развитие патологий толстого кишечника. Бета-каротин и антиоксиданты способны ускорять процессы метаболизма и процесс регенерации тканей внутренних органов. Одним из самых простых рецептов блюд с сельдереем является сэндвич с яичным салатом. Яйца сварите вкрутую, охладите под струей воды, очистите, порубите не слишком мелко. Сельдерей тщательно промойте и нарежьте тонкими дольками. Сложите измельченные яйца и сельдерей в миску и перемешайте. Лук тщательно измельчите. Отдельно смешайте майонез, лимонный сок и лук. Добавьте полученную заправку к смеси яиц и сельдерея, приправьте солью и перцем и поставьте в холодильник минимум на 1 час. Далее поджарьте хлеб в тостере или на сковородке. Выложите на 2 куска готовый салат, сверху положите оставшиеся куски хлеба и немного прижмите. Острым ножом с зубчатым краем разрежьте каждый сэндвич пополам на 2 треугольника и подавайте немедленно. Приятного аппетита! Витамины, кстати, пригодятся не только школьникам, у которых вот-вот начнется новый учебный год, но и людям, которые отвечают за безопасность школ и всего учебного процесса. Да, сельдерей для всех у нас, как говорится. В Ростовской области сотрудники Росгвардии проверяют готовность школ к новому учебному году, в том числе и как охраняются школы области. Осматриваю Мира-6, школа номер 121. Тревожная кнопка. Тревожная кнопка. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Проверка тревожной кнопки. Хорошо. Из года в год в преддверии Дня знаний в Ростовской области сотрудники регионального управления Росгвардии совместно с представителями из других заинтересованных и профильных ведомств проводят работу по комплексному обследованию образовательных учреждений на предмет их защищенности и готовности к очередному учебному году. И у нас на связи временно исполняющие обязанности начальника управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Ростовской области полковник полиции Андрей Заброда. Доброе утро. Доброе утро. Безопасность детей, школьников, студентов, равно как и самого учебного заведения, учебного процесса прежде всего, конечно же. Но, Андрей Николаевич, какие задачи стоят в этом плане перед сотрудниками ваших подразделений? В рамках ежегодной подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и межведомственного взаимодействия с сотрудниками Росгвардии Ростовской области на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на противодействие терроризму в рамках реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Проводятся внеочередные обследования, технические осмотры объектов образовательной сферы с обязательной проверкой работоспособности технических средств охраны, подключенных к пультом централизованного наблюдения. В ходе осмотров принимаются меры по устранению достатковых работоспособностей в случае выявления таковых. На постоянной основе, скажем, задержания местной охраны Росгвардии на объектах образования проводятся учебные тренировки по проверке навыков и действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах или прилегающих к ним территориях. С работниками и персоналом учреждений проводятся инструктажи о правилах пользования средствами тревожной сигнализации. А сколько учебных заведений охраняется Росгвардией сегодня в Ростовской области? На сегодняшний день на территории Донского региона в Университете охраны Росгвардии охраняется более полутора тысяч объектов образования, что составляет более 50% от их общего количества, находящихся в области. А кто и как, интересно, принимает решение об охране учебного учреждения той или иной организации? До 2019 года этот вопрос решался индивидуально на усмотрение руководителя каждого образовательного учреждения. Однако с прошлого года постановлением правительства России от 2 августа 2019 года номер 1006 утверждены требования к антироссийской защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации. И теперь решение об охране объекта образовательной сферы Министерства просвещения принимается строго в соответствии с данным постановлением. Андрей Николаевич, а есть уже какие-то результаты проверок, о которых можно рассказать? На сегодняшний день совместно с заинтересованными службами и ведомствами уже обследованы все объекты образования, на которых будут проводиться мероприятия, посвященные Дню Знания. В ходе проверок был выявлен ряд недостатков, часть которых уже устранена, руководителем объектов муниципальной антитеррористической комиссии, прокурором районов области направлены информационные письма о выявленных недостатках в организации охраны объекта для принятия мер реагирования. В целом хочу отметить, что в нынешнем году учебные заведения Ростовской области и подразделения регионального управления Росгвардии продемонстрировали высокий уровень взаимодействия и готовность к началу очередного учебного года. К сожалению, времени у нас мало, но хочется все-таки еще узнать о действиях Росгвардейцев, когда на охраняемом объекте случается нештатная ситуация, какая-то правонарушение. Расскажите, пожалуйста, об этом. В экстренной ситуации охранник или работник образовательного учреждения нажимает на кнопку тревожной сигнализации и в подразделение универсальной охраны поступает сигнал тревога. В считанные минуты на место прибывает наряд группы задержания и пресекает правонарушения, задерживая злоумышленников. От грамотности и профессионализма сотрудников зависит очень многое, поэтому мы уделяем повышенное внимание подготовке личного состава к выполнению задач по охране образовательных учреждений. Группы задержания универсальной охраны оснащены современными средствами радиуссвязи автотранспортом, вооружены и готовы к пресечению любых преступных посягательств и нарушений общественного порядка. Спасибо большое. На связи у нас был временно исполняющий обязанности начальника управления вне ведомственной охраны войск Национальной гвардии России по Ростовской области полковник полиции Андрей Заброда. Андрей, спасибо огромное. Ну и, разумеется, удачи вам. До свидания. Продолжаем тему, ну тему законы и порядка, что ли, не знаю. Друзья, в сентябре этого года, то есть уже вот-вот на днях в России вступает в силу ряд законов, об этом сообщили в пресс-службе Госдумы Российской Федерации. Мы сейчас расскажем, что же конкретно изменится с 1 сентября этого года. Итак, бесплатное горячее питание для младших классов, учащиеся с 1 по 4 класс в государственных и муниципальных школах должны бесплатно получать горячее блюдо и горячий напиток один раз в день. Точнее, не менее одного даже. Контролировать ситуацию будет, знаете ли, прям государственная дума. Да, это первый из пяти, друзья, законов, о которых мы вам сейчас расскажем. Значит, второй пункт. Воспитательная составляющая образования в силу вступает федеральный закон, который содержит определение понятия воспитания и раскрывает механизм организации воспитательной работы. Он должен способствовать духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию у них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда. Ну и еще очень важный закон, по моему скромному мнению, это приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев и сестер, потому что с этой проблемой сталкивается очень большое количество родителей. Дети получат приоритет при наборе обучения в заведения, где учатся их братья или сестры. Но здесь есть одно маленькое но. Речь идет о тех родственниках, которые проживают вместе. Так что живите вместе, да. Социальный заказ. Льготникам, которые имеют право на получение государственной соцпомощи, будут выдавать социальные сертификаты, ими можно будет расплачиваться за необходимые товары и услуги с той организацией, которую получатель соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра. Ну и финальное, о чем мы расскажем. Возврат страховки при досрочном погашении кредита тоже очень важно и многих касается. Граждане, которые погасили кредит досрочно, смогут вернуть часть страховой премии. Ранее отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде законное право на возврат части страховой премии. Вот как раз таки, чтобы таких ситуаций избежать, такой закон и был принят. Кстати, будет еще ряд других законов, но они вступают уже не с 1 сентября, а чуть позднее. Поэтому, дорогие друзья, мониторьте официальные источники и следите за всеми изменениями в законодательстве. Ну и мы вам тоже расскажем обязательно что-нибудь в дальнейшем в нашей программе. Главное, оставайтесь с нами. Спасибо.